На самом деле 10 лет очень интересный срок, потому что именно в этом месте, именно сейчас нашей организации Тинькофф банку исполнилось ровно 10 лет. Некоторые нас считают стартапом, но нам 10 лет. И 10 лет назад мы подумали с моими коллегами, а зачем вообще нужна отделение? Давайте сделаем банк, директ банк без офисов, без отделений напрямую с клиентом, тем более в такой огромной стране, как Россия, с ее сложностями логистическими. Ну, конечно, над нами подсмеивались, особенно в России, там скептицизм был полный, мы все понимаем, издевались. Но мы делали свои дела, потому что я твердо верил в то, что банк без отделений – это будущее. Прошло 10 лет, мы самый большой онлайн-банк в мире, по факту у нас 6 миллионов клиентов из одного единственного офиса, никто в мире это не реализовал. Опять же, что будет через 10 лет, на мой взгляд, банк будет выглядеть вот так, это и будет банк. То есть банк – это телефон. Ну, может, там гаджет поменяется со временем, это чип будет, там, я уж не знаю, либо очки, не так принципиально, но это будет гаджет у вас в руке, с геолокацией, так сказать, и так далее. То есть я глубоко убежден, что будет полнейшая конвергенция между мобильным оператором и банком через 10 лет. При этом, конечно, останутся отделения какие-то. Я в большей степени сейчас все, что буду говорить, это относится к розничному банку, безусловно, потому что я небольшой специалист в корпоративном, так сказать, банкинге, и в инвестиционном. Но, так сказать, отвечая на вопрос с точки зрения розничного банка, я считаю, что это будет телефон и отделения для розницы практически не будут нужны. Я не понимаю, зачем туда ходят люди, до сих пор мне это очень странно, а, ну, наверное, им хочется туда зачем-то ходить. Что касается регулятора, у регулятора, мне кажется, основной челлендж, там основные, так сказать, выполнены за последние два года, остановлен, так сказать, небанковский бизнес, туда сейчас, наверное, уже все мошенники не идут, и он становится именно банкингом, банкинг становится бизнесом. С этой точки зрения у регулятора все налажено, и они это понимают и хорошо действуют. Все довольные игроки рынка, честные, так сказать, тем, что происходит. Ну, челленджер будет на самом деле происходить в сфере кадров, потому что, на мой взгляд, сейчас, конечно, в Центробанке очень сильные кадры, они понимают, так сказать, бухгалтерскую часть бизнеса, они понимают там базаль и прочие очень такие умные интеллектуальные вещи, которые, наверное, я совсем не понимаю, кстати. Но понятно, что вот эта конвергенция с мобильными операторами и с телефоном мобильным будет требовать совершенно иных кадров. Молодых, более продвинутых, если хотите, более качественных, которые понимают, что такое дата, как работать с датой, как работать с данными, и как понимать, как устроен интернет, и не только понимать, что такое N1 или N2, а понимать, что такое кост-перклик или там, так сказать, или какие-то другие там слова-паразиты интернет-бизнеса. Вот куда нужно идти, думать и привлекать кадры. Потому что, может быть, даже я бы предрекал, что будет и конвергенция двух этих ведомств, это Центральный банк и Министерство связи. Я уверен, что все больше и больше будет встреч, наверное, на уровне, так сказать, главы Центробанка и Министра связи, и там, не знаю, Роскомнадзор. То есть тут будет вот, это будет все про информацию, это будет все про дату, это будет все больше про вот эти вещи, нежели про макроэкономику и так далее. То есть у регулятора вызов, на мой взгляд, такой, это нанимать все более качественные, и все более умные кадры. Что касается людей, рынок очень сильно поменялся. В Петербурге там произошел большой фурор. Наш сео Оливер Хьюз выступал со всеми банкирами. Они сидели, говорили, так сказать, про то, что банк – это доверие, это человек должен быть в галстуке, это все должно быть солидно, это должны быть дубовые двери, потому что банк – это солидность, банк – это доверие. Там наши коллеги выступали, понесут деньги только туда, куда доверяют. Оливер там произвел фурор, он просто встал и сказал, ребята, вы проспали бизнес, вас вообще нету, мы вас не видим, потому что никому это давно не нужно. Эти мудрые глаза, мы, конечно, не можем похвастаться мудростью глаз и умелыми жестами рук, но потребителю не нужно, чтобы нам друг друга понять, понимаете. Олег, мне надо встать и уйти со своим галстуком. Я думаю, что вы один из самых продвинутых банкиров мира, кстати. У нас же нет пророков в своем отечестве. Мало кто понимает, что Тинькофф – это самый большой онлайн-банк в мире. Еще мало кто понимает, что Сбербанк – это, на мой взгляд, самый продвинутый IT и вообще банк в мире, потому что то, что делают наши западные коллеги, и они, конечно, далеки от нас, в общем-то, за исключением финтек. Мы не берем из финтек индустрии, это все игрушки, это некая фабрика там. Мы говорим про реальные банки с лицензиями, с клиентами, с миллионами клиентов, с десятками миллионами. Конечно, Сбербанк – это, конечно, уникальное явление мировое. И очень странно, почему еще Макинзи и прочие уважаемые люди не включают их в обзоры. И как бы, наверное, это, конечно, сейчас против тренда хвалить Россию, но на самом деле вы должны быть там. Но клиент, он уже через 10 лет, мы говорим про люди, я тут следую, для него не так будет важно, или скорее вообще не важно, там надежность, солидность. Ну, конечно, есть АСВ, там все на это смотрят, система страхования вкладов, мы говорим про вклады. Но в общем и целом он будет идти на бренд и на удобство. То есть вот эта клиента ориентированность, про которую говорили, это не простые слова, это именно то, что нужно. По нашим оценкам, более половины наших новых клиентов в месяц у нас приходит, мы открываем 200 тысяч счетов каждый месяц новых клиентов, то есть вдумайтесь в цифру, да. Более половины, мы считаем, приходит через так называемое сарафанное радио, то есть по рекомендации. Это то, что мы сделали, например, на сайте сравниру, где сравниваются сервисы банковских, так сказать, сервисов, услуг. Мы на первом месте находимся и так далее. То есть важно очень… Клиенты любят сервис. Нужно любить клиента, предоставлять ему лучший сервис. Клиент всегда прав. Это должны быть не слова и не мантры, а реальные действия. И поэтому новые потребители, посмотрите на наших детей, я на своих смотрю, им совершенно… у них нет авторитетов, потому что им не так важно эта солидность, так сказать, и так далее. Им важен быстрый, мобильный, красивый, так сказать, изобильное мобильное приложение и так далее, и так далее. Это то, что будет привлекать через 10 лет клиента, а никак не солидность или там сколько ему там лет и так далее, надутые щеки. Вот что я хотел сказать. Так вот, заканчивая тот пассаж с Оливером, он сказал, вы там проспали и так далее, там над ним посмеялись, его затроллили и так далее, а потом тянулась одинокая рука с зала, в конце последний был вопрос, и это был молодой парень, студент, и он оказался был там волонтер на самом деле на этом петербургском форуме. Вот, и он сказал, вы знаете, а вот этот иностранец, он все правильно сейчас сказал с Тинькофф банка, потому что все мои друзья в петербургском университете, они все пользуются только Тинькофф, они в другие банки вообще не используют. Ну, это как бы есть видео, так сказать, не то, что я сейчас рекламирую, это он сказал. Вот, и мне, представьте, как испорчено наше общество, мне только лениво не позвонил или не написал, сказал, Олег, сколько ты ему заплатил. Ну, как бы, ну, я говорю, если они так продолжают думать, что я плачу кому-то за такие выступления, как бы, мне только хорошо от этого, понимаете. Вот, что касается сотрудников, это самое важное, на мой взгляд. Олег, Олег, спасибо, спасибо большое. Сотрудников, про сотрудников нельзя уже. Я, будем считать, что вы мне тоже заплатили, потому что я тоже хвалю Тинькофф, и я вижу, что вы наш один из серьезных конкурентов, несмотря на размеры, сопоставимость размеров. Спасибо. Нам очень лестно. Можно я про сотрудников все-таки закончу? Потому что, мне кажется, это самое важное. Нет, регулятор святое, конечно, но сотрудники. А вот это, где основной челлендж банков лежит, да? Потому что нанимать правильных сотрудников, это очень трудно, и это очень сложно. Потому что, смотрите, мы работаем, например, с физтехом очень плотно, и с МГУ, с ВМК, с Мехматом, ну и с другими лучшими математическими узами страны. И мы оттуда очень много людей нанимаем, но нанимать очень сложно, потому что, на самом деле, к нам не хотят идти, потому что мы банк. Поэтому мы сейчас даже, так сказать, Тинькофф.ру просто не делаем. Мы уже коммуникацию слова банк убираем. Потому что это не круто работать в банке, вот, и так далее. И это, где основной челлендж, как привлечь лучшие кадры, да? Потому что мы конкурируем, к сожалению, не только со Сбербанк-технологией, а мы с ними конкурируем за кадры. И не только с Яндексом и с Мэйл.ру, мы конкурируем с большим Гуглом, с Фейсбуком. То есть у них лежат на столе офферы. Там с Силиконовой долины, и там, опять же, Яндекс, Гугл, Сбербанк-технологии. Как бы выбор у них есть, они уезжают туда, не очень хотят в банки. И мы пытаемся и своим внешним видом, и, так сказать, ремонтом, если хотите, там, офиса, там, джимами, бесплатными столовыми и так далее, все-таки их как-то привлекать. Вот это большой челлендж для банков, начать набирать правильных людей. Потому что люди, они как раз сотрудники, они те, кто поменяет это все. И главное им не мешать. Потому что, например, что касается меня, я самый старый в организации и с самым низким IQ, безусловно. Я не нарываюсь на комплимент, потому что у меня социальный IQ высокий, безусловно. Но, как сказать, IQ, понимание IQ, он очень низкий у меня. И я стараюсь им просто не мешать. То есть не мешать молодым, дать им возможность творить, дать им возможность развиваться. Это где, я тут, конечно, раскрываю секреты, что немножко мне тут, кстати, невыгодно это. Но я думаю, что нас так быстро не повторят, потому что послушают, разойдутся, не знаю. Но в общем и целом, Германович, вам это, наверное, полезно. То есть чем меньше мы лезем туда, тем быстрее они это все поменяют. Потому что они это чувствуют по-другому. Это на кончиках пальцев, это их, это их будущее, это они будут делать. И вот у нас средний возраст в банке, похвалюсь, 25 лет. 25 лет. Я вас приглашаю уже, кстати, несколько лет подряд. Вот ваши там коллеги приезжают. Вот Юлия Чупина сейчас будет. Приезжайте, прогуляйтесь по нашим офисам, вы, в общем-то, поразитесь. Вот как-то так. Спасибо большое. Спасибо большое за советы. Спасибо. Я думаю, что это очень важно для всех, для нас. И для меня в том числе. Я согласен с вами, что для нас очень большой челлендж. Самое главное, это иногда не мешать. Вот это, если у вас это получается, я вас с этим поздравляю. У меня не всегда получается. Я в отличие от вас не сел. Мне проще. Я типа такой, знаете, старик-основатель. Там сижу, что-то посмотрю с горы. Мне не нужно операционными вопросами заниматься. Это помогает. Спасибо. Спасибо. Спасибо.